всем здарова пацаны с вами я чертырок сегодня я делаю обзор на второй бета уикенд the secret world сделанной компании фанком издается как и все игры почти все игры в мире компания electronic arts игра ну как я сказал уже проходит на втором этапе бета-тестирования то есть второй уикенд я получил бета ключик моего преданного поклонника и крутого пацана трамвая но то у него не такой баталл логи и чего вам хочу сказать кастомизация персонажа довольно таки необычная что-то между saints row 3 и в общем забыл игру там где элементы паркура были об ринку вспомнил вспомнил не забыл хорошая была игруля конечно графика жила оставала оставала в общем жил от лучшего оставлял его так чем мы имеем по кастомизации ну как традиционно до причесок на глаза там что-то брови губы макияж и так далее особо ничего такого причем вида макияжа очень мало возьмем тот же айон до который все играли знают по крайней мере там кастомизации вообще лучшая во всех играх там вы можете даже создать барака обаму думаю многие видели видео на ютюбе там где барак обама ну в общем делает свои дела так сказать никого его не то есть на общем что сделали то сделали игра чтобы пошла на ультра вам нужно как минимум полтора гектара видео памяти потому что там не тысяча ровно 1200 общем запрашивает короче я играю на минималках самых меняет 512 дюхо поэтому так принципе больше мне не надо да то есть для мыльного кинца которая делается из-за наших любимых консолей мы вот имеем такую шня вообще не знаю продаются на консоли вот игра на там пред по 3000 рублей там не знаю сколько это время еще не знаю сколько у нас продается она почем но блин чуваки 3000 рублей такую дерьмовую графику делать и не знаю три косаря то если каждый человек покупает уже call of duty там да сколько там и миллионов продается можно было бы уже свой движок сделать круче край инжин третьего и круче чем тот же унылый frostbite 2 до которым графики нету но тормозить да сука на не нужд действительно фрусбай 2 унылый движок но за счет разрушаемости освещения он ну считается так одним из лучших да но для меня самое лучше это край инжин просто у меня дружба работает с этим движком он делал себе карты на этом движке для крузиса 2 и мы с ним амали по сетке я вам отвечаю когда делаешь сам и ту лишь туда много полигонов она конечно лагает но она того стоит так непонятные поля до first name last name то есть зачем нашему персонажу имя и фамилия если есть никнейм да я вообще не понимаю в общем не важно придумали мы что-то малоложка стандартная короче тема для унылых заброских игр так начало сюжета какие-то ролики скажу вам сразу ролики тут уныло я вообще не люблю смотреть ролики кроме тех моментов где просто нельзя пропустить ну возможно это сворачивая груда в общем скипнул еще один какой-то ролик соли соли да видите графончик ну как на уровне тоже сэнсроу и алкоголь зубы летим да в принципе он реал тоже наверное не знаю что похоже на этой минималке не значит там на утре у кого есть можете потестить посмотрим через этого выйдет это в общем часе люди которые играют тоже во втором бета уикенде особенное отличие ну скажем того же пк-шного трушного fear 1 это наличие тех же подсказок куда бежать идти по квесту то есть для тупых консольщиков да не на принципе я не знаю смог бы какой-то задрот обшарить весь город в поисках туда того куда ему нужно прийти на по самой карте не имея ориентира то есть просто обозначение смотрите что делается с персонажем при приближении и отдалении он растворяется точечно то есть это с одной стороны прикольно и наверное для чего-то сделано это наш первый замес меня есть дробовик я теперь муж дробовиком только я не бомжа бомж это у нас типа озона там гамаза и всякого прочего говна и нечисти которые мы сейчас уничтожили дробовика кстати посмотрите фильм бомж дробовиком зачетный фильмец бомж вообще заряжал нравится музычка которая не знаю появляется когда вы что-то сделали или что такое вся игра основана на замесе зомби не знаю вообще ли здесь что-то кроме зомби по началу игры я получал по одному очку опыта не знаю почему возможно тренировочные миссии унылая очня но это так особенно порадовалась система сдачи квестов ни одной мурпг я не видел сдачи квестов напрямую отправляю по телефону ммс к это просто круто я вам скажу но остальных играх надо бежать ты либо туда же где взял либо конечную точку сбора это утомляет довольно таки и довольно таки уныло тут же они сделали прогресс так скажем да в этой сфере не знаем может где-то есть такое по крайней мере я не видел не знаю в общем варе есть три класса это иллюминаты дракона и кто-то там еще меня заморачивалась выбрал драконов вообще не знаю по моему нету никакой разницы нет там есть какая-то что одни там огнем там дома и другие там с волынами там типа мачете топор там молотом молот на и ты так понял дракона должна быть только с пушками но дальше вы увидите что и драконы могут все это же делать носить то есть я тогда вообще не вижу смысла разделять на 3 социальные сети скажем так эту игру вообще до бета-теста была какая-то карта я особо не вкурил но я так понял она показывала то сколько человек в мире рай за определенную расу она была разноцветная там ну в общем показывала сколько чего тут я скажу вам честно я сразу переочковал думал все пипец наигрался но не все так сложно дракона это это вам не знаю не шуфрича на путина отравливать при наборе определенных к определенного количества выстрелов вот из дробеговика и остального три штуки открывается дополнительный скилл он сейчас у нас на цифре четыре в принципе дамажный скилл ничего такого особенного далее когда я там возьму ма при наборе 7 очков я точнее 6 7 мой удар будет критическим и я сажусь до тла я буду как илья мэдисон который пришел к не знаю там хованскому и говорит чувак сделай на меня обзор я тебе заплачу в общем вот такой кстати сегодня смотрел пятницу там какую-то с мэдисоном про макс пэн 3 я игру вообще не понял я не играл в предыдущей части возможно может играл в первую я уже не помню давно это было но вторую точно не играл даже сам мэд сказал что вторая часто уныло говно третий час вообще не знает что на консолях похоже все пока не видел пока но понравилось то что там остаются следы от пуль хотя по ходу не везде как тоже battlefield да игра просто реально не может выдаст такие картинки чтобы все пули были и даже пули чтобы оставались на полу нет еще ни одной такой игры что пули оставались не важно там умер ты не умер сколько там патронов то выпустил на гильзы хотя бы оставляйте да то есть хоть бы одна игра была такой я буду надеяться что разработчики все же смогу сумеют анреале 4 сделать такое когда уже компы будут оснащаться не оперативная памятью видео памятью там где-то я читал что на чипы от нвидея и общей видюхи это намного круче чем у нового процесса семи ядерный с 16 гитарами оператива ты сидя память она реально быстро поскольку по обрабатывать большие массивы график графические массивы да там шейдеры все дела поэтому буду сейчас графика и сидеть на консольной графике портируемой на пк это вообще пипец какими надо быть физиологами думаю все не видят белого гейтса за его консоли и винду сидели бы еще на линоксе играли в марио это было бы реально круто хотя есть много игр тоже колодите на колодите на коленок все нормально идет без тормозов даже круче я видел он не играл игра расскажу вам через часик игры примерно тормозит на моих по трех я оператива до не знаю как на больше просто засоряется кэш я так думаю я вообще там из-за игроков которые с нами бега в игре я не нашел пвп так скажем то есть те кого было бы можно замаслать хотя на карте показывались пвп зоны но как туда добраться и чё там не на понятно что она миссисе подряд но как добраться это стало загадкой и так какой-то сюжет вообще непонятно о чем они я не знаю просто унылая шняга но вот тут у так красиво я понимаю похоже на лос-планет даже на детспейс 2 1 не знаю итак мы 1 2 локации какой-то но и какие-то охранные роботы какой-то матрос педофил рассказывает нам чудо как несмотря на наши сиськи клевую . сделал да что там тысячу лет точнее сто лет тут есть скоростные ускорители не знаю как это называется на грандом английском во-первых утрых на не подписано есть также портала но него все локации мы можем перемещаться я как-то думал один раз не спрыгнуть до вниз потому что я заблудился на дальше можно увидеть и то что бывает когда вас убивают в этой игре и это реально круто я вам отвечаю просто инноваторство наверное в этой системе кстати на полу могут валяться разные предметы поэтому кто выиграет не провтыкайте сейчас я просто летел не знаю куда и почем скажу вам это было стрёмно порталы похоже на большие сиски тысячи на соски вот уже начало лагать реально размеры этой локации превышают сумму всех как бы туфил третьем остальных частях потому что она нереально большая короче никуда я не могу попасть потом я увидел точно куда мне надо идти плыть лететь в игре присутствует много миссии но когда вы берете одну миссию бывают такие которые заставляют вас прекращать все активные миссии и дело только ее такие миссии и хотя против браунная не помню уже но сон заключается в том знаю чем до чем ара однообразная наканула читал комнаты они всем не нравится тоннела так я приехал заставочка третья лока вот это вот оранженько это . спауна сохранение такое на ничего не пишет но пойти она сохраняется либо она на всю локацию я не знаю ни у кого спросить опять и опять унылый ролик уже на меня задрала уже я вам отвечаю не ролик и такое ощущение что мы играем а спин третьего то просто пипец опять не силовая масла и зомби я убрал мага смотрите за скилловой линии видите второй скилл у меня это тот который появляется про определенный набор а вот я вообще скастую все кастанул это мощный скилл но тута молния она вообще просто ни о чем третий скилл похож на ожог из айона но только не доты вешается просто так вот я сейчас реально смотрю видео скажу у меня тормозит я не знаю будет ли она когда закину на youtube и вообще возможно мне сейчас компа это не знаю не уверен просто бывает хром запускай какой-то тупой процесс сетапа может она обновляется конечно но когда я играю battle field третий нафига мне надо твои обновления чувак ведь вообще это большой минус хрома носить на машина то стать установлены на сигнале звуки как его фаде 2 и когда вы на них прыгаете в зомби вас просто жирают но переносном смысле конечно вы их убиваете но если есть руки и растут откуда оттуда откуда надо зомбаки могла дропать и темы данная тема то я так понял это игровая валюта но где че и как купить почем я не знаю гопников в игре нету поэтому куда че продать вот щас я реально протопил короче я т.п. носа в другую лобку я не знал этого и так у меня есть новые скиллы похоже на росомаху я как росомаха смотрите да у меня есть котик когти там вся фигня короче это я взял хаос но оружие хаоса эти щит такой висит прикольная шняга так можно лазить по лестничке но что-то в конце мы затопило не знаю и безопасно приземлиться нажав control который тут не работает ну да неважно сейчас видите epic fail это я искал заброшенные письма это я умер и пошел искать свою душу с вами был чертарок до скорых встреч друзья